Отсюда пойми, что дарование награды, платы, написанной в Торе, определяется только готовностью тел. Ведь вся Тора нужна, чтобы привести к исправлению греха Древа Познания, из-за которого управление существованием реальностью перепуталось. И для этого исправлении была дана Тора, чтобы снова поднять 288 искр в святость. И тогда управление существованием вернется в святость, путаница, и запреты будут сняты с путей обеспечения существования реальности. И тогда люди естественным образом станут готовы к желаемому совершенству благодаря одному лишь выяснению – горького, сладкого, являющегося первичным действием еще до греха Древа Познания. И пойми это. Точно так же и пророки говорят только лишь об этом исправлении. И это то, что сказали наши мудрецы, предсказание всех пророков относится только ко времени Машиаха, что означает возврат путей обеспечения существования мира к управлению, выясняемому, как это было до греха падения, но только для будущего мира. Иными словами, конец всего дела, то есть подобие по форме со своим Создателем. Как было сказано, ты сам увидишь Творца. Как сказано во времена Машиаха, будет, кто не поднимется, не будет над ними дождя. То есть, другими словами, посредством выяснения добра и зла, как сказано выше. Турки Ван. Написано, что из-за змея появилось новое состояние и добавилось к человеку разумная сила выяснения. Как этим пользоваться? Просто работать с тем, что у нас есть. Так же, как говорится в статьях Рабаша о группе, исправление в группе и так далее. Это всё исправление того змея, то есть нашего эго, которое раскрылось в нас, разделило нас, разбило нас на куски и так далее. И мы должны собрать их, восстановить их. Так это работает. Киев Ван. Да, Трабы Раф, вот это вот выяснение, сладкое и горькое, что нам привычно. Что значит правда ложь? То есть, в чём здесь как бы добавка? Луэ Ванте. Не понял. Ну, вот выяснение, сладкое и горькое, мы к нему привыкли. То есть, это то, что нам понятно. А правда и ложь? В чём здесь выяснение? Как нам к нему приблизиться? Правда и ложь? Это мы должны выяснить. Пока что у нас это ради получения, это правда, а ради отдачи, это ложь. А должно быть наоборот. Ну, то есть, как мы делаем этот расчёт практически? Всё это из связи между нами и Творцом. Когда мы начинаем получать от него высшую силу, как Порцов, который получает свыше, высший свет, то, как он производит расчёт. Сколько он может получить ради отдачи, а сколько не может. И таким образом мы исправляем себя. Кроме того, что вокруг нас есть ещё много систем, клепы. И мы должны отделиться от них, отдалиться от них. Но работа, как и в духовном парцуфе, как мы учим. Только работа в духовном парцуфе, если мы работаем вместе, то она, так же, как мы изучаем это в птихе или в учении десяти сферот, всё время в десятке, которая сплачивается, преодолевает и накапливает силы, собирает силы, и так поднимается всё выше и выше. Нет ничего другого. Мы не должны входить во всякие системы, которые неисправлены, системы клепы и другие, а только работать в объединении, в группе и ради отдачи Творцу. И поэтому все эти рассказы, которые есть в Торе, в Танахе, и всё, что есть у тебя, всё, что мы учили о пророках, нам это не нужно. Нам это не нужно. Нам не нужно ничего, кроме десятки и Творца. Всё. Это то, что в итоге находится у нас, как путь, а все остальные вещи, они только путают нас. Только для того, чтобы запутать нас. А работа, она только в этом. А вот десятка и Творец, это должно стать для меня как бы основным расчётом? Да, кен, 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 кен. Да, 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 да. И кроме этого ничего. И там внутри связи между вами есть и клепа, и душа, и все миры, и порцуфы, и... Все возможные состояния. Всё находится там. Ну вот интересно, а какой вот вы бы могли дать универсальный такой совет товарищам, чтобы вот в течение дня они производили расчёт непривычный, там, сладкое и горькое, а вот именно вот этот, десятка и Творец? Как вы в этом решаетесь? И то и другое должно быть вместе. Либо я занимаюсь тем, что мне приятно и сладко, эгоистически. Да, это сладко. Либо я занимаюсь объединением между товарищами, что это не совсем сладко и даже горько. И я соединяю всю десятку и направляю её на Творца. Это и есть наша работа. Так, а вот этот расчёт, сладкое и горькое, он как бы отменяется вот этим расчётом, десятка Творец, Правда и Ложь? Лё. Они не сосуществуют друг с другом? Нет. Почему? Почему? Или вместе они могут быть? Я должен работать над объединением товарищей и от товарищей к Творцу. И это должно быть для меня исправлением Келим. И каждый раз в исправлении Келим мы должны принимать раскрытие Творца, раскрытие отдачи, силы отдачи, чтобы она раскрылась между нами. Это называется плод древа познания. Вот и всё. Алматаван. Спасибо, учитель. Раф, а вот если сила Машеха должна раскрыться вот в эти наши дни, как раз и время подходящее очень ощущается, вот можно ли сказать, что каждый товарищ Бней Баруха вот сейчас в эти дни может взять ответственность на себя за приход Машеха? И вот тогда проявится… Конечно, конечно, да. Обязанность каждого из нас ощутить, что он притягивает Машеха, чтобы он раскрылся в наши дни во всех народах мира, во всём мире. И тогда наш мир поднимается на ступень мира Ацелут. Ещё вот, да. И вот из этого вот можем ли мы каждый, вот каждый отождествлять себя, что вот он является вот этим процессом? Конечно, да, каждый. И вот вместе с этим… А что препятствует тогда? Можем мы не брать в расчёт всё человечество, а вот рассчитывать только на Бней Барух? Тогда вот что препятствует взять этот… После того, что было разбиение общее во всём общем клей, каждая частичка в клей может производить своё исправление без связи с другими, а затем они все всё-таки соединяются в одно клей Адам Ришона. Субтитры создавал DimaTorzok